Первый вопрос, который сегодня стоял на повестке Дня Брестского областного исполнительного комитета, был посвящен ходу реализации мероприятий по выполнению государственной программы устойчивого развития села. Минувший год оказался не самым успешным для агропромышленного комплекса региона. Многие показатели не достигли даже отметок 2012-го. Безусловно, немалую роль в таком положении дел сыграла не самая благоприятная погода, но списывать только на нее все недоработки нельзя. Результат зависит в первую очередь от профессионализма и желания работать, чего некоторым руководителям на местах порой не хватает. Мы должны откорректировать и довести определенные задания, но разумные задания, с области до районов по выполнению в целом пятилетних наших планов. И самое главное, что вот такая задача перед всеми нами стоит, о чем я уже говорил, хочу просто повториться, именно с теми финансовыми ресурсами, чтобы мы сделали больше. И самое последнее, когда мы просим деньги, то надо сначала выложиться самим нам, сделать все возможное, чтобы у нас не было таких изъянов и проблем и недостатков по увеличению производства сирхозпродукции, в том числе и животноводческой. Там наши деньги, вот оттуда эти деньги нам надо доставать и зарабатывать. Упущение в технологической составляющей пассивных компаний, недоработки в сборе и хранении кормов, безответственное отношение к условиям содержания крупного рогатого скота – это только некоторая причина сложившегося положения дел. Очевидно, что именно человеческий фактор играет в этом вопросе ключевую роль. Модернизация, которая сегодня стоит во главе угла для каждой организации, желающей быть конкурентоспособной, невозможно без грамотных и подготовленных специалистов на всех уровнях. Сегодня для обеспечения хозяйств грамотными кадрами делается много. Это и условия труда улучшаются, новая техника, технологии, созданные в городке с развитой сферой услуг. Однако, анализируя закрепление кадров в области за последние пять лет, нужно отметить, что после отработанного обязательного срока остается работать в сельском хозяйстве только треть специалистов. Делать упор не на количество, а на качество. Зачастую в погоне за выполнением количественных показателей сельхозорганизации забывают о том, что именно качество всегда должно быть в приоритете. Менять ли подход в корне, дорабатывать ли существующие планы и задачи, а главное, каким образом затем их выполнять, будут решать непосредственные управляющие на местах. Но ориентиром должно стать выполнение государственных задач по всем направлениям в рамках текущей пятилетки. Продолжение следует...